Музыка Выставку Государственного архива Ульяновской области открывают экспонаты, которые рассказывают об исторических событиях, происходивших в нашем крае в XVIII веке. Здесь можно увидеть самый первый герб Симбирска 1780 года и указ того же периода империатрицы Екатерины II о наместничестве, когда наш город впервые стал административным центром. Также в экспозиции есть указ её сына Павла I об образовании Симбирской губернии. Далее следуют экспонаты 20-30-х годов, когда Ульяновская область была частью Средневолжской и Куйбышевской областей. В тот же период Симбирск был переименован в Ульяновск. Это отражает газета «Пролетарский путь». В годы войны в стране возникает сразу несколько областей. И, по словам архивистов, Ульяновская область была образована самой первой. Мы здесь показываем и тот указ 1943 года, 19 января, по которому из 24 районов Куйбышевской и двух районов Пензенской области возникла новая область в Российской Федерации – Ульяновская. Кроме того, в экспозиции представлены неосуществленные проекты, фотографии середины XX века, где запечатлены виды города и люди, которые жили и трудились на благо региона. Допустим, в 1947 году на выборы в областной совет среди кандидатов представлены у нас здесь их портреты и биографии Аркадий Александрович Пластов, будущий академик живописи, наш великий художник-земляк, у которого тоже в январе день рождения, и Федор Максимович Пенков, работник сельского хозяйства, который в следующем 1948 году станет героем социалистического труда за достигнутые успехи в продукции сельского хозяйства. 1966 год для Ульяновской области был очень значимым. Об этом свидетельствует представленный на выставке указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля о награждении нашей области орденом Ленина. В толстом деле также подшито множество других указов о награждении различными орденами и медалями ульяновцев в самых разных областях. Интересен альбом с фотографиями, где автомобиль УАЗ показан в разных ситуациях. В последней витрине висит, казалось бы, обычная карта Ульяновской области за 1972 год. Но если приглядеться, то можно рассмотреть красные линии, соединяющие Ульяновск с населенными пунктами различных районов. Так была показана система местных авиалиний. Таким образом, на выставке можно увидеть, чего регион добился за годы своего развития. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.